А я напоминаю зрителям канала Артен в эфире вечерние новости. В студии сегодня для вас работает Наталья Быстрицкая. Экс-президент Дональд Трамп заявил в своей соцсети ТРУ, что судебные процессы по делам против него надо проводить только после выборов. Этот суд, которого никогда не должно было бы случиться в связи с моим правом на свободу слова и коррупцией Байдена, однозначно должен идти после выборов, написал Трамп. Он выразил возмущение тем, что спецпрокурор Джек Смит назначил дату начала одного из процессов по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами на 2 января следующего года. Обвинение, по его мнению, повлияет на выборы в связи с началом электоральных мероприятий в ряде штатов. Это вмешательство выбора указал Трамп. Он считает, что процессы по другим делам в его отношении также нужно проводить только после выборов. На днях Трамп пообещал начать расследование в отношении Байдена в случае переизбрания. По всей вероятности, судья федерального суда в Вашингтоне Таня Чаткан окончательно определит дату судебного заседания до конца этого месяца. Правда, Трамп утверждает, что Чаткан якобы была связана с юрфирмой, обслуживающей украинскую буризму. Он отметил, что данное обстоятельство говорит о конфликте интересов и необходимости замены судьи. Один из адвокатов экс-президента Джон Лаура заявил, что его доверитель никогда не пойдет на сделку с прокуратурой по обвинению в штурме Капитолия. Лаура оказал на многочисленные дыры в обвинении прокуратуры. В качестве площадки для рассмотрения дела он предложил Западную Вирджинию. Также Лаура заявил, что хотел бы увидеть, как судебный процесс над бывшим президентом транслируют в прямом эфире. Об этом просили и демократы в Палате представителей, которые предложили установить камеры в зале федерального суда. Лаура, в частности, заявил в одном из интервью. Дали прямая речь. Уверен, что администрация Пайдена и Харрис не хочет, чтобы народ увидел правду. Я шокирован тем, что телеканалы еще не выстроились в очередь и не подали заявление, возражая против попытки администрации скрыть информацию от американского народа во время избирательного сезона. Трамп тем временем уверен, что Верховный суд должен мешаться в судебные разбирательства, фигурантом которых он является. Я лидирую в предвыборных опросах, в том числе опережаю жульковатого Байдена. Но мне навязывают неравные условия для конкуренции, написал Трамп в True Social. Ранее экс-президент заявил, что нынешний хозяин Белого дома и члены Демпартии используют судебную систему для достижения своих политических целей. Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Как сообщалось, согласно опросам, судебные разбирательства не влияют на политические перспективы экс-президента. Он пока что уверенно опережает по популярности остальных участников праймариса от республиканской партии. Таким образом, у Трампа высокие шансы победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев. Газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских правительственных и военных чиновников пишет, что первая группа из шести украинских пилотов, примерно половина эскадрильи, не сможет завершить обучение на F-16 до лета следующего года. Обучение откладывалось несколько раз. Несмотря на то, что пилоты уже свободно говорят по-английски, им предстоит пройти четырехмесячные курсы, чтобы выучить терминологию, связанную с реактивными истребителями. Это обучение будет проходить совместно с наземным персоналом, который может хуже владеть английским. Дания попросила обучать весь экипаж, а не только пилотов. Это отодвигает начало боевой подготовки, которая, как ожидается, займет шесть месяцев до января. Вторая группа, примерно такого же размера, будет готова через полгода или примерно к концу следующего года. Это называется затягиванием, сказал один из украинских чиновников власти Украины. Настаивает, что Киев должен получить истребители как можно быстрее, но американские чиновники не считают, что такие самолеты могут помочь нынешнему украинскому контрнаступлению. За канделябрами Таргет отзывает 2 миллиона свечей, ссылаясь на потенциальную опасность порезов и ожогов. Свечи в банках Threshold Glass Jar с различными ароматами продавались в торговых точках сети и на сайте с февраля 2020 года по июль 2023 по цене от 3 до 12 долларов. Они были произведены во Вьетнаме. Ритейлер получил 19 сообщений о растрескивании банок во время использования. Один из покупателей получил легкую травму. Кроме того, производитель мелкой бытовой техники Sensio Inc объявил об отзыве 860 тысяч мультиварок и скороварок марки Bella, поскольку их крышки могут разблокироваться и открываться во время использования, что создает опасность ожога. Sensio получила 61 сообщение об ожогах, в том числе второй и третьей степени на лице, руках и туловище. Мультиварки и скороварки китайского производства продавались в магазинах JCPenney, Coles, Macy's и Target, а также на Амазоне с сентября 2015 года по сентябрь 2020. Подростки взломали систему оплаты бостонского метро и нашли способ бесплатно передвигаться по городу. Свою разработку юноши показали на хакерской конференции DevCon. Мэти Харрис и Зака Берточи, но Гибсона Скотта Кэмпбелла вдохновил взлом студентов Массатичусского технологического института. В 2008 году группа учащихся также взломала систему оплаты метро Бостона, но тогда перевозчик подал на хакеров в суд и запретил распространять сведения в интернете. Спустя 15 лет школьники случайно узнали о деянии хакеров и решили выяснить, устранили ли программисты бостонского метро проблему. Выяснилось, что нет. Тогда юноши попробовали повторить взлом. Как оказалось, проездные карты работают по принципу флеш-накопителя. При пополнении баланса изменяется и так называемое контрольное число. Юные хакеры просто меняли его на нужную сумму, превращая, например, 25 центов в 250 долларов. Чуть позже подростки разработали собственное портативное устройство для пополнения баланса. Они также представили упрощенное приложение для Android. Транспортное ведомство Бостона узнало о взломе, но не стало подавать на них в суд и пригласило рассказать о своем исследовании. При этом к 2025 году в Бостоне введут новую и более безопасную систему оплаты в общественном транспорте. Это все новости к данному часу. Я благодарю вас за то, что были вместе с нами. Смотрите канал RTN. В эфире были вечерние новости. В суде сегодня для вас работала Наталья Быстрецкая.